приветствую тебя дорогой максим очень рад тебя видеть как дела какие новости как жизнь молодая мое почтение хосай магомедович настроение отличное я жду от вас информацию вы обещали нам во первых показать прием как за пять секунд снять стресс и как быстро достигнуть того или нужного состояния и соответственно результата второе мы вроде бы заходи заводили речь о проблеме зависимости которые вы тоже хотели нам раскрыть очень интересно про это узнать ну и третий вопрос я приберегу на потом когда вы ответите на эти два ну хорошо хорошо вот насчет пятисекунд а как за пять секунд снять острый стресс имеется в любом положении в пассивном в движении в беге но в любом положении при любых условиях и в любое время в любом месте как говорится это мы сейчас набираем же людей на телеграме когда больше людей там наберется не обязательно отписываться от можно оставаться конечно на ютубе после здесь будет много много интересного сейчас но и там записаться но и там потому что там канал как меня убедили многие друзья более защищенные и поэтому если youtube сейчас по каким-то причинам по своим алгоритмам рухнет чего бы я конечно не хотел но на телеграме это будет и поэтому надо чем больше людей сейчас туда придет быстрее запишется тем быстрее мы выдадим эту методику пяти секундного снятия стресса связь не потерялись с людьми правильно мы всегда найдемся в телеграме правильно конечно именно поэтому и youtube если вдруг будет сохраняться а здесь больше какие-то возможности в другом аспекте но я отвечаю на твой вопрос второй вопрос как я понял твой был а мероприятие которое обещано об отвязывании от зависимости и пищевых там и любовных там еще каких-то гаджетов игр там казино там много чего чтобы отвязаться тоже я хочу сказать что скоро это будет происходить но перед этим как раз таки вот сейчас я хочу напомнить для чего создана наша школа человек будущего homo futurus потому что у нас очень много людей которые просто заходят на наш канал именно например из-за того чтобы 5 секундную вот эту антистрессовую методику получить или ножку подлечить там или ручку подлечить не зная о том что это канал школы человек будущего я хочу поэтому об этом напомнить чтобы не растекались по древу как говорится обязательно объяснить потому что без этого я не вижу нашего будущего не только своего не только вашего я не вижу будущего на планете потому что человек будущего человек будущего а школа у нас называется не школа будущего потому что школа будущего это там новые столы новые парты новые стены там автомобили не автомобиля космолеты там это не школа это не инвентарь и не помещение не пространство а человек будущего на школа человека Имеется в виду, что каким человек будет, например, через тысячу лет по эволюции, если он будет развиваться, несмотря на то, что войны происходят, кризисы происходят, меняются парадигмы развития и так далее. Но есть же определенный такой тренд эволюции, закономерности развития природные, несмотря вопреки всему, человечество как-то развивается. И в конечном счете, каким он будет, человек будущего, какими качествами, способностями он будет обладать и чем он будет отличаться от человека настоящего, от хомо сапиенса, от человека разумного. Я об этом думал много лет, и я придумал, чем он будет отличаться. Отличаться он будет больше своей осознанностью. То есть он будет лучше управлять своим состоянием. И поэтому он будет более творческий и счастливый. Потому что если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. Вот же как, это у нас даже написано на главной странице сайта стресс.су. Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. Это очень важная, важная такая, очень важная фраза. Потому что на самом деле, на самом деле, человек может управлять только тем, что им осознанно. Все остальное управляет им. Круто, круто. Правда же? Да. И поэтому цель нашей школы «Человек будущего», я бы сказал, достойная цель. То есть та цель, ради которой я, например, свое время кладу, жизнь кладу, творчество свое кладу. Общаясь с людьми, там мои трагедии личные, любовь моя личная, дела мои личные и так далее, и так далее. Вот достойная цель школы «Человека будущего» – это в конечном счете сохранение человечества на планете, сохранение разума на Земле. Это через создание коллективного разума для сокращения кризисов войн на планете, путем совместного создания международного языка науки человечности, где сам процесс создания этого международного языка науки человечности, не науки о человечности, а науки человечности, если это такая определенная категория, где сам процесс этого создания участниками из многих стран мира, сам процесс является генератором, генератором, который уже производит на самом деле образ будущего и его реализацию по творческому подходу. Там есть определение, что такое творческий подход. Это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Это очень важно, что такое творческий подход. Через призму общечеловеческих ценностей. И о чем это говорит? Самое главное, что вот этот коллективный разум, то есть мы все создаем науку человечности, определяем по научным понятиям критерии, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое чувство бесценности живого, что такое быть собой и так далее. По научным критериям определяем, потому что сегодня они все расплывчатые, каждый трактует, как он понимает и так далее. Так вот, самое главное еще технологическая часть, инструментальная, это использовать нулевое состояние. То есть, по существу, там есть новая модель работы мозга у меня. Как можно выходить на нулевое состояние? В этом нулевом состоянии, ну, условно говоря, межесном и божествованием, это состояние вечности, пустоты, бесконечности. Там нет страхов, комплексов, стереотипов. Там нет шаблонов, и там нет подражания авторитетам. Там происходят... Естественные процессы. Естественные процессы, когда опыты человека в самых разных направлениях, там в этом состоянии сплавляются в единое целостное развитие личности. Это как раз таки сегодня называется, ну, так сказать, на современном психологическом языке дефолт работы мозга. Это состояние, когда человек не так активен, как обычно, но все-таки там активность происходит. Это состояние межесном и бодрствованием. Вот мы на нашей школе, человек будущего, хомофутурус, очень быстро осваиваем это нулевое состояние, потому что я понял и объяснил, какие там критерии. Это абсолютная защищенность, абсолютное отсутствие страха, абсолютная уверенность, это ощущение бесконечности времени. Вот если человек поймает себя межесном и бодрствованием и как бы осознает вот это состояние, он, если по времени он раздвинет это состояние, задержит, это будет нирвана, о которой говорил Будда. На самом деле это нейтральное состояние, нулевое состояние, как коробки передач автомобиля, через которое, значит, мы переключаем скорости, а в мозге, здесь через это, это метафора, метафора, конечно, в мозге через это происходит переключение главных стационарных режимов работы мозга. Бодрствование, сна, транса, сна со сновидениями и обычного, и состояние стресса, потому что состояние стресса, страха, это на самом деле транс. Неуправляемый транс – это и есть страх. Зацикленный на каком-то одном объекте, на каком-то одной проблеме. Конечно, или ты влюбленный, или ты в трагедии, а утрата там или еще чего-то, то есть ты зафиксировался, зациклился как компьютер, и поэтому тебе нужно выключить на минуту и перезагрузиться, то есть выйти на ноль и перезагрузиться. Но я не буду сейчас долго об этом говорить, самое главное, что через этот ноль мы обучаемся в школе «Человек-будущего хомофутурус» использовать энергию страха, энергию стресса, энергию любой боли, это пик напряжения. Использовать в собственных интересах. Как стресс-трамплинг, для решения ранее нерешаемых нами задач. Для достижения тех целей, которые ранее мы не могли достигнуть. Использовать энергию стресса в собственных интересах. Вот оно, что такое. Школа «Человек-будущего». Интересно звучит, Хосай Магомедович. А можно вас спросить? Не могу дождаться. Скажите, то есть, чтобы стать человеком будущего, нужно освоить ряд качеств, которым все-таки нужно учиться. Правильно я вас понимаю? Конечно же, это быть человеком. Вот это как раз-таки мы создаем науку человечности совместно. Чтобы быть человеком. Потому что все знают, что надо быть человеком. Но что такое человек, не все понимают. То есть, люди неправильно воспринимают вообще, в принципе, видимо, вот этот метод ключа. Они используют его чисто в каких-то локальных своих задачах. Правильно же я понимаю? В прикладном виде это и слава богу, пусть применяет каждый. Конечно, я сам тоже применю. Но на самом деле, с этого всего, как я понял, можно взять намного больше. То есть, если мы осваиваем этот ноль и более-менее регулярно входим в это состояние, то у нас, так сказать, проявляются какие-то человеческие, естественные наклонности, которые мы в обычном стрессовом состоянии так или иначе блокируем либо не даем им возможности проявиться. Я правильно понимаю? Правильно, правильно. Вот я хочу сейчас подчеркнуть одну вещь. Что если мы обучаемся там использовать нольовое состояние для своих высших достижений, решать те вопросы, которые вчера еще казались нам недоступными, использовать саму энергию стресса, чего раньше никогда не могли. Раньше, вот во всех, сейчас посмотреть, сайтах, ютубах, книгах и так далее, использовать энергию стресса никогда в мире не использовали. Снимали стресс. Когда там писали в сайтах управления стрессом, имелось в виду снять стресс. Снять и пойти дальше. Снять стресс. А мы используем эту энергию стресса, потому что сейчас у нас точка неопределенности в истории, точка бифуркации, хаос сейчас, потому что происходит переход одной стадии эволюции развития человечества на другую стадию. Например, каждый раз, когда происходил этот переход, всегда была точка бифуркации. Например, когда паровозы заменили лошадей, когда механическая энергия заменилась на электрическую, потом на атомную и так далее. Сейчас она заменяется на, сейчас скажу, это очень важно, сейчас тоже реальность, реальность, с которой мы работали, сейчас заменяется на цифровизацию. Это тоже новая точка бифуркации, неопределенность. И в этой неопределенности как раз-таки человек должен сохранять ясность ума и уверенность в себе и творческие качества и способности. И этому мы как раз-таки обучаем с помощью нуля в школе человек будущего хомокатуры, чтобы человек мог в условиях неопределенности со скоростью инстинктивных реакций принимать решения в соответственно меняющейся обстановке. Иначе люди, иначе люди, если они не научатся быть такими смекалистыми, такими изобретательными, такими творческими, которые могут адаптироваться немедленно к изменяющейся ситуации, они поэтому и больные вообще-то все, потому что они не умеют быстро адаптироваться к обстановке, поэтому они все время в стрессе находятся. У них нет личного времени, чтобы подумать, потому что они не досыпают, потому что они все время хворают, потому что они все время задействованы, они все время должны находиться в какой-то дисциплине, и поэтому мир все время борется за духовные ценности или за материальные ценности. То ли капитализм лучше, то ли социализм лучше, потому что и там, и там есть преимущества, и там, и там есть недостатки, и мир как раз-таки, Потому что человек кроме души имеет еще тело, а раз тело, значит человек тело, извини. Потребности обычные физиологические. Конечно, вот как их согласовать? И вот весь мир сейчас в точке этой неопределенности, в точке бифуркации пытается найти новую согласованность между то ли коммунизм, то ли капитализм, то ли что. Я думаю, что будет ни то, ни другое, ни третье, а будет общество человечности. Потому что человек, если хорошо подумать, на самом деле это творец. Вот если спросить сейчас, мулу спросить, если спросить любого духовного наставника, например, священника, ну любого духовного наставника спросить, кто человек по природе. Кто человек по природе? Ну, по природе-то он творец. Там написано в Библии, решил Бог создать человека по своему образу и подобию. По словам, Магомедович, действительно человек первый догадался связать несвязанные вещи. То есть те же обезьяны сидели там где-то, как-то взаимодействовали шаблон. Только человек сообразил, как вот это связать вот с этим, как договориться с одним, продать второму и там о чем-то обсудить с третьим. Правильно? То есть это действительно так. Конечно. И если этого человека не развивать, то мы так же все вымерим, как вымерли мамонты. Потому что вот появилась какая-то неприятность на Земле, и не было возможности адаптироваться, и не было вот такой быстрой реакции. И вот поэтому я и говорю, что человек будущего – это человек, который соображает со скоростью инстинктов. Вот смотри, инстинкты какие вещи-то, защита, самозащита – это какая вещь. Вот пылинка падает на глаза, ветер донул, да? Еще она не попала, а глаз уже… Уже реакция, уже реакция пошла. Да, да, уже реакция. За счет этого, благодаря этим инстинктам мы… А на самом деле, кроме инстинктов самосохранения, у нас потребность в творчестве, потребность в создании. И вот со скоростью этих инстинктов человек должен соображать в условиях неопределенности. А сейчас многие говорят неопределенность, неопределенность, как работать с неопределенностью. Многие школы, мы учимся работать неопределенностью, а технологии-то нету, и идеологии нету. А в школе человек будущего есть. И поэтому у нас очень быстро люди осваивают нулевое состояние, потому что есть вербальное описание признаков этого состояния впервые. А Будда даже не смог в свое время описать, потому что он это состояние как бы констатировал. Когда к нему приходили люди, рассказывали, вот эти признаки – это нирвана? Он говорил, нет, это не то. Он дразнил. Будда тоже был таким интересным мужчиной. Он дразнил. Он хотел, чтобы люди получили этот свой опыт. А здесь вы уже даете… Нет, он не только дразнил. Тогда невозможно было это описать. Да, и это тоже согласен. Это было трудно, вот этот опыт передать словами, чтобы другой человек от вас произвел. Конечно. А для этого у нас есть школа «Человек будущего», где впервые вербализовано. Вот видишь, опять мне звонят, ой, как же мне поступить. Сейчас. Сейчас я скажу. Сейчас я скажу. Так. Сейчас. Впервые вербализовано. И это очень помогает. Это очень помогает. Я хочу сказать, что… Слушай, надо будет еще один ролик сделать и объяснить. Конечно, мы тех людей, которые ножка болит, там спит плохо человек. Конечно, конечно. Их тоже надо им помочь современными технологиями, чтобы они быстрее восстанавливались. А с помощью нуля это можно делать гораздо быстрее, чем можно сделать. Базовые потребности человеку всегда нужно решить. Безусловно, мы это понимаем. Но если вы вышли на уровень, когда вы это уже умеете, не стоит останавливаться. Есть технология, которая дает вам куда больше. Зачем… А это мы скажем выживание через развитие. Вот. Отлично. Да. Потому что когда просто выживание, вот когда человек только борется со стрессом, борется с болезнью и так далее. И когда у него нет плана, для чего он это делает. Намерение, намерение. Более далеко идущее. Да, да, да. Конечно, конечно. Так вот, на этом все это. Давай мы сделаем еще один такой ролик совместно. Да, да. А потом мы скажем о том, когда мы и как проведем мероприятие по отвыканию от вредных зависимостей. И когда наберется сейчас уже больше людей в Телеграме, выдадим, наконец, пятиминутную, пятисекундную. Потому что пятиминутную у нас давно уже выдано, и весь мир этим пользуется и так далее. Сейчас, кстати говоря, и Жгонка, и Веретено, и все. После того, как ключ появился с 90-го года, а еще раньше, с 87-го года в «Комсомольской правде» метод ключ, там ключ прямо так и называлось, 200 миллионов человек получили статью. Там Загайский писал еще один товарищ про метод ключ, у меня были в гостях там в Армении, я тогда работал. Слушай, я просто хочу сказать, сейчас у всех глаза раскрылись, и в Жгонке находят эти вот движения, там в веретене находят, и маятник находят. Везде, везде находят. Раньше же тоже Жгонка была и все прочее было в культурах, в народных танцах, в хоровонах. Все же это было. А после того, как вышли эти статьи и книги наши, стали обращать на это внимание. Да, вот вы же в чем дело, да. Можно я тоже скажу, Хосе Магомедович? Да. Друзья, пожалуйста, можете в комментариях написать, для чего вы используете метод ключ? Нам просто интересно знать, то есть какие текущие потребности врушаете. Текущие потребности, либо вы действительно интегрируете эти методы в свою жизнь для того, чтобы освоить науку человека будущего. Потому что это действительно важно. Хосе Магомедович постоянно акцентирует внимание, что это не просто такая быстрая помощь. А сейчас я скажу главное, что в принципе школа человека будущего для того, чтобы освоив нулевое состояние, как стресс-трамплин, чтобы стресс могли использовать, страх свой использовать для достижения, для своей мечты. И создали образ будущего его реализации и так далее, чтобы все имел международный язык наук о человечности. Чтобы потом создать мозговой штурм на новой качественной основе. Люди, владеющие нулем, поставили себе эту очень достойную цель, как сократить кризис и войны на планете и потребность в лекарствах. И решили этот вопрос. Вот же в чем дело. Потому что это и идеология, это и технология, это и инструментарий. Тут все есть. Тут все есть. Даже книжки у нас написаны. У меня даже есть национальная идея. Генератор будущего. Там, где сказано, как объединить человечество. Потому что жалко, раз разум появился на планете, раз чувства появились на планете, надо разобраться, как их согласовать. И я поэтому нашел людей, которые это тоже пытались сделать. Был такой Гуржиев, был такой Тесла. Конечно. Был Тесла, был Бутла, был Христос, Моисей, Магомед, Шри Арубин. Они были разбросаны во времени, в пространстве. Конечно, конечно. Они об этом тоже самое говорили. Например, Шри Арубин, автор интегральной йоги, говорил, это не транс. Это не транс. Это состояние, в которое человек может ходить. Уже там писал приключения сознания или путешествия сознания. Новый человек, он говорил. А у нас человек будущего. А он говорил, новый человек. Он же там говорил. Его спрашивали, это транс? Он говорил, нет, это не транс. Потому что есть разница между трансом и нулевым состоянием. Об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо, Максим, что ты затеял эти вопросы. Друзья, еще хочу вас акцентировать внимание. Вы представляете, что Хосай Магомедович только что сказал. Он хочет создать комьюнити, сообщество людей осознанных, которые готовы стремиться дальше. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал. Это не затравочка для того, чтобы вы просто туда переходили. Действительно, очень важные основные вещи будут происходить в скором времени там. Пожалуйста, подпишитесь. Тем быстрее перейдете, тем быстрее мы все сделаем. Ну, только... Конечно. Хосай Магомедович порядочный мужчина. А здесь остаетесь на Ютубе, естественно. Здесь тоже будет контент, конечно. Мы будем регулярно выходить и что-то полезное искать. Хосай, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, Хосай Магомедович. Вопросы ты у местных задал сегодня. Да, да. Я все время думал, что как же нам молодежь привлечь. Потому что у нас много там людей. Очень много людей. Но в основном люди приходят лечиться. А у нас не лазарет. Но все равно наши советы помогают людям быть здоровыми. Становясь человеком будущего, вы так или иначе решите эти текущие проблемы. Зачем гнаться за маленьким кусочком, когда вы можете принести домой большой торт? Конечно. Потому что как только вы начинаете заниматься любимым делом, а когда человек занимается любимым делом, он делает душой, у него включается эндорфин, он начинает становиться здоровым. Вся проблема в том, что нам не давали заниматься любимым делом. До встречи, друзья. Максим, еще раз спасибо. Спасибо.